Добрый день! Сегодня опять расскажу о самоделке-недоделке. Вот сделал такую вот подставочку для гравюра. В чем проблема? Проблема в том, что я изначально чуть-чуть коротковато это отрезал, сделал 8 сантиметров, а надо было побольше. Потому что если мы сейчас посмотрим, видим, что вот на 4 только просверлено, я хотел на 6 сюда вставить болтики. Ну и должна была быть здесь вот она вот так вот из двух половинок и стягиваться болтиками. Но я ошибся, поэтому пришлось сделать маленький, я промахнулся и короче вот так вот. В принципе она вот стоит, она вот ходит довольно крепко, можно пользоваться. Ну я буду переделывать, сейчас не хочу переделывать, зима, дома все это пыльно, летом на улице переделаю, чтобы она чик и затянули. Вот что еще можно сказать? Вот здесь расстояние можно вот так вот отпилить, будет совсем небольшая конструкция, она места много не занимает. Дальше что еще? Я долго думал сделать это вот тут или вот с краю, или вот сюда, чтобы выступала немножко. Ну то есть вот так вот шла нижняя часть, чтобы здесь был... То есть с одной стороны вот такая конструкция удобно чем? Что можно этот сделать, как он называется? Ну разместить не так, а чтобы она торчала над столом, вот здесь оборот стола был. Соответственно здесь можно будет снизу, что-то сбоку, с любой стороны подлазить, там не знаю, установить, скажем, отрезной круг, что-то вот допустим, резать как-то или точильный, какой-то там вот с наждачкой и так далее. Вот, что еще надо сказать? Ну здесь у нас диаметр 47 миллиметров, а у меня коронка была только на 44, пришлось растачивать, поэтому пыли-то много и было, что растачивал. Вот, ну и как что-то не сильно ровно получилось? Здесь на 51 идеально подходит короночка, как раз. Ну здесь дюймовые, эти видимо и сюда тоже какая-то должна быть, но у меня ее нет. Специально покупать не стал. Вот, опять же, может использоваться для чего? Одеваем сюда этот гибкий провод, и зачем не обязательно подвешивать, так оно будет в принципе довольно удобно, не будет болтаться. Вот, можем включить. Вот, располагаем вот так вот, чтобы кнопочка была ко мне, сзади это. Если сделать вниз, то неудобно будет включать. Так, вот оно, убавили, прибавили, соответственно, все работает. Вот, но опять же, что еще? Стараемся это вот сюда не сильно толстый делать. Я здесь около двух сантиметров толщина вот этих палочек. Вот здесь можно толще, вот здесь есть расстояние, но оно, здесь вот двигатель, он греется. Вот, поэтому я сильно толстый здесь тоже не захотел делать, чтобы была, ну, вентиляция оставалась как можно больше. С другой стороны, площадь соприкосновения, когда я вот держу в руке, наверное, даже здесь будет и меньше. Опять же, вот без верхней накладки у нас открытость больше, лучше вентиляция. Не стал я делать вот сюда, можно сделать было из металла и, скажем, здесь вот такую уже. Вот почему? Потому что с металлом сложно работать, неохота. И дерево это, кстати, как обычно у меня из дров, то есть, вот, шпильки и шурупчики. Вот это на шурупах, то есть, соответственно, ну, какие-то бэушные шурупы сзади, вот это вот шпилечки. Вот сюда надо что-нибудь тоже подложить или укоротить их, если привинчить. То есть, она как получается? Я вывинчиваю шпильки, вытаскиваю, и вот эту вот часть выдвигаю. Потом, если мне надо вытащить, вставляю так же, вместе с этой выдвину, потом заткнул, и оно, получается, вот эти вот не дают им уходить. Вот, поэтому, в случае, чуть-чуть вот эти сделать пошире, как раз, но это зависит от вашей конструкции вашего, потому что у меня здесь, как раз, от щетки до выключателя, вот, чик. Делать нам чуть-чуть пошире, чтобы оно плотно встало. Так, вот такая вот конструкция, несложная. Бывает, зачем она мне нужна? Я точу сверла им. То есть, это, конечно, лучше на большом, но у меня большого круга, что-то один бьет совсем безбожно, второй сгорел конденсатор, надо сделать, попробовать. Вот, надо, вот я маленький, опять же, в основном, маленький сверлок. Этого, в принципе, хватает, размера. И вот сюда чик вставляем. Соответственно, для чего у меня мысль-то была эту перенести не на конец, а на середину, чтобы здесь был, типа, установить этого, так скажем, такого, ну, как оно называется-то. Ну, короче говоря, опора, чтобы четко держать и четко устанавливать угол на сверлах, чтобы оно не ходило. Вот, ну, с другой стороны, здесь стол, здесь можно, вот, опять же, взять какую-то, не знаю, вот такую вот, к примеру, вот, и там, не знаю, его притянуть и еще одну струбцинку еще куда-то. То есть это все решаемо. Вот, ну, опять же, вот эти хотелось сделать на винтиках. Ну, вот у меня, опять же, что на 8 сверло всегда тусковато для него, надо пошире. Как раз здесь вот есть запасы, вот сюда зашире. Что это нам даст? Разборная конструкция, соответственно, у нас будет, что, где-то одна основание вот такое, где-то 8 на 8. Ну, шире там, ну, 9 на 9, 10 на 10, скажем, максимум. И две вот этих вот пополовинки. Четыре вставили. Ну, то есть она будет тогда, когда складываться, получается вот такая вот совсем малюсенькая фигнюшечка. Мало места занимать, чтобы она была, ну, в разобранном виде. И, соответственно, можно сделать основание длиннее и менять их, скажем, местами. В таком положении у нас можно снизу подлазить, а, скажем, меняем местами, соответственно, она тут сделала, то есть подлиннее. Так вот, чтобы здесь иметь возможность устанавливать какой-то там для инструмента подручник. Вот. Такие. Такая вот штуковинка сложная. Ну, вот, собственно, все. Что еще можно здесь сказать? Ну, вот сейчас испытываю другую программку. Камеру поставил в телефон. Интересно, будет лучше, хуже. Что-то нахвалили, но вроде ничего особенного. И искать ее дольше и запускаться дольше. Такие вот дела. Так что удачи. Спасибо за внимание. Вот. Что еще? А, ну, еще можно сказать. Если поставить, скажем, на стол табуретку и вот закрепить за вот эту часть как-нибудь вот так захватить, наверное, можно будет его, ну, как в подвешенном состоянии использовать. Но с другой стороны подвешивать его там. Есть крючочек. Всегда есть. Можно придумать, зачем его закрепить. Ну, вот, собственно, даже вот на струбцинку можно повешать на эту часть. Вот. Ну, что еще? Ну, вроде все. Ну, вот, доволен я, что сделал. Как-то так быстренько я сделал. Попилил на улице. Вчера денек был тепленький. Относительно 17 градусов холода всего. Вот. Что еще? Рассказать вам. Такие вот дела. Что, больше нечего здесь пока рассказывать. Думаю, я еще, надо тем, как его сделать типа фрезера, чтобы его закреплять, чтобы он ходил и выбирать. Что бывает, что-то надо выбрать небольшое. Интересно иметь возможность его типа фрезера. какую-то вот такую штуковину. Так что, вот такие вот дела. Еще раз всего доброго. Поехали.